Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о новом обновлении Xbox One. Дело в том, что в последнюю неделю у меня просто разрывается ЛС по поводу нового дашборда. Как его скачать, где найти, мне не приходят обновления. Ответить абсолютно всем я чисто физически не могу, так как я один. И чтобы объяснить всем сразу, я и делаю это видео. В нем объясню как получить его и расскажу о том, что вообще в нем такого. Надеюсь обратная связь у этого видоса будет большая, ибо вопросов было невероятно много. В общем с каждого из вас лайк и подписка на канал. И давайте начнем. Сначала я хотел бы рассказать о самом дашборде. Если что, он у меня появился совсем недавно. Как вы видите, дашборд капец как упростили, и сделали они это для того, чтобы дашборд просто летал. Не сказать, что он действительно летает, но по ощущениям он намного шустрее, чем прошлый. И это объясняется тем, что теперь по сути в новом дашборде нет ничего лишнего. По первым впечатлениям, эта простота непривычна, поскольку убрались вкладки магазина, миксера и сообщества. И теперь все это кажется каким-то неполноценным на первый взгляд. Но не печальтесь. Стор, миксер и так далее теперь можно вынести вниз. Точно так же, как вы раньше добавляли игры по голду и тому подобные приколюхи. Кстати, это наш клуб, если хотите вступайте, там много русскоязычных игроков. Сами же эти вкладки, они не изменились. В моих играх и приложениях тоже есть некоторые изменения. Во-первых, переместилась вкладка переключения между установленными играми и играми, которые можно установить. Если что, данная вкладка уехала вниз и там добавилось сразу несколько ячеек. Там все возможные подписки и как раз такие игры, которые можно установить. Как по мне, это немножко неудобно, поскольку раньше можно было быстро найти обновляющиеся игры, можно было быстро посмотреть игры, которые не установлены, но сейчас это занимает большое количество времени. Но зато теперь подписки появляются без каких-либо проблем, поскольку у многих при активации подписки почему-то не появлялись. Также появился раздел под названием «Управление». Он объединил в себе обновления, очередь и внес еще несколько удобных функций. Одна из них называется «Освободить место». По сути, свободное место вы и сами можете освободить, удалив ненужные вам игры. Но этот пункт удаляет дополнения игр, которые скачались первее, чем сама игра, и были скрыты от ваших глаз. Просто если вы скачиваете игру и у вас дополнения загрузились каким-то образом первее, и вы удаляете игру, этих дополнений не видно. За счет этого раздела вы без проблем сможете их убрать. Сюда же добавились вот эти вот пункты и появилась передача по сети. Честно, функцию я не пробовал и не особо понимаю, для чего она нужна. Если вдруг кто-то ее тестировал или знает, для чего она вообще нужна, то напишите об этом в комментариях. На этом визуальное отличие вроде как заканчивается. Если вдруг я что-то пропустил, можете также написать об этом в комментариях. В целом, по виду новый дашборд, он не сказать, что мне капец как понравился, но что-то в нем все-таки есть. По факту, Xbox One уже растерял все функции, которые у него были. И из-за этого дашборд упростился до такого уровня, что в нем нет теперь ничего вообще лишнего. На мой взгляд, это правильное решение, поскольку главное, чтобы он не лагал, так как это была просто вечная проблема на протяжении уже как 5 лет. Что касаемо новых функций, тут они довольно прикольные. Первая функция это поддержка изображений в беседах. Теперь по сути все могут отправлять мемы в ЛС. Это клево, но мне кажется, что за это можно будет легко получить бан, поскольку какой-нибудь мем может затронуть чьи-то чувства, и если будет жалоба, то пиши пропало. Если что, изображения отправляются через приложение на телефоне. И если что, это мой друган, у него тоже есть канал на ютубе, канал в подсказке, короче, вы знаете что делать. И да, напишите ему под каким-нибудь видосом, чтобы не стебал меня за то, что я удалил его любимую колду. Ну и не играю с ним. Кроме этого, добавилась еще и настройка положения уведомлений. Теперь же уведомления можно расположить слева, сбоку, сверху и так далее. Но почему-то эта фича работает не на все уведомления. То есть пригласы все равно появляются снизу. И на мой взгляд, было бы круто, если бы все уведомления показывались в одной точке, так как иногда снизу мешает читать субтитры. И вроде как это были все более-менее заметные функции. Итак, как получить новый дашборд? Сразу говорю, что есть два варианта. Либо просто ждать, пока он не выйдет официально, либо стать тестером. Тестером можно стать довольно простым. Нужно лишь скачать приложение центра предварительной поддержки и согласиться со всем предложенным. Ну а также согласиться с тем, чтобы вам на консоль отправляли обновления. И если что, данные пункты находятся вот здесь и их нужно включить. Вообще, данная система сделана для обратной связи. Поэтому, чтобы получать быстрее всякие обновления, нужно выполнить квесты и проходить опросы. Также на быстроту получения влияет и срок нахождения среди тестеров. То есть, пройдя все доступные квесты и опросы, вы можете не получить обновления. Вообще, есть несколько колец. Альфа, бета, дельта и омега. И по сути, они являются некими пропусками ко всем этим фичам. Несложно догадаться, что если вы ничего не делали, никаких опросов не проходили и вошли в эту движуху совсем недавно, то вы вряд ли получите на первом этапе новые обновления. Пройдет время, если вы будете и дальше проявлять к этому интерес, то ваше кольцо поднимется и обновления будут доступны чуть раньше. После того, как вы все сделали, вы будете получать новые обновления. Сразу предупрежду, что тестерам, если у вас не очень быстрый интернет, быть не стоит. Поскольку обновы могут приходить чуть ли не каждый день, и в них ничего не будет глобального, но их нужно будет скачивать. И еще один момент. Когда вам будут приходить ранние обновления, вы рискуете нарываться на те или иные проблемы. Дело в том, что на ранних этапах обновы недопилены, и из-за этого появляются всякие траблы, ошибки и так далее. И иногда ошибки реально серьезные. В данном случае, я вам рекомендую все-таки ждать все официально. Если вам, конечно же, не горит, и вы не хотите видеть каких-либо проблем. Данное обновление выйдет абсолютно для всех, где-то, скорее всего, в феврале или в марте. По сути, осталось ждать совсем немного, так как обновление доступно абсолютно всем тестерам на сегодняшний день. Но быть тестером или нет, и скачивать ли вообще приложение «Центр предварительной поддержки» – выбор ваш. На этом у меня все. Обязательно поддержите лайком, подпиской на канал и напишите свое мнение о новом дашборде. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!